МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 90-м году вышла эта книга моя, последний бросок на юг. 93-й год. Это значит 22 года назад. И вот все, что произойдет, здесь четко было обозначено. И вот сегодня, когда наша армия в лице летчиков и другие вспомогательные структуры, вот они там, на юге. Вот об этом шла речь. Но тогда возбудили уголовное дело в отношении меня за пропаганду войны. И Дума решала вопрос о снятии неприкосновенности. Это то, что я дал прогноз. Как будут развиваться события. Сегодня в программе. Реформе Российской Академии Наук 3 года. Что сделано? В рубрике «Слово депутата». Хорошему делу возраст не помеха. Детский медиафорум в Артеке. В рубрике «Полидневник». Пенсионеры не балласт. ЛДПР спешит на помощь. Начиная с этого выпуска постоянно в рубрике «Панорама». Национальный интерес о военной операции российской авиации в Сирии прямо сейчас в рубрике «Главная тема». 30 сентября по просьбе правительства Сирии российская авиация нанесла первый удар по позициям запрещенной в нашей стране террористической организации «Исламское государство». С тех пор наша авиация наносит удары с регулярностью 20-30 раз в сутки, что позволило регулярной армии Сирии перейти в наступление. Позле афганской кампании 80-х годов это первая военная операция нашей армии за рубежом. О возможности скорого окончания военных действий на Ближнем Востоке рассуждал в своем интервью Владимир Жириновский. «Там не три стага, где вытружать знамя победы. Этих боевиков может быть несметное количество. Огромное количество стран, откуда они могут приезжать и приезжать. Нефти там несметное количество. Они будут ее контрабандно продавать и имеют в день, по-моему, даже 2 миллиона долларов. То есть у них есть деньги, им сбрасывают оружие, им поставляют оружие, они все моторизованы, поэтому все будет еще долго-долго длиться и о никаких решениях окончательных речи не может быть». Так называемое «исламское государство» должно быть уничтожено. Это в наших национальных интересах. Поэтому Россия поддержала единственную легитимную власть в этой раздираемой гражданской войной стране – власть действующего президента Башара Асада. Наши власти призвали все страны так называемой «западной коалиции» объединить усилия в борьбе против исламского государства. Но Запад отмалчивается, что можно расценивать, как нежелание реально бороться с терроризмом. «Если бы все объединились, то, естественно, можно было бы ставить задачу или думать о победе. А нам мешают американцы и европейские страны все действуют отдельно, самостоятельно. Поэтому это та война, которой еще никогда не было. Она называется «гибридная война». В одном месте танки, в другом самолеты. Самолеты здесь. Джекхеда Аннустра, там где-то Аль-Каида, тут ИГИЛ. Там иранские какие-то есть подразделения. Здесь это Хезболла из Ливана. Поэтому нет ничего цементирующего». Успехи наших военных в Сирии очевидны. За три недели российским летчикам и морякам Каспийской флотилии удалось сделать то, что не смогли сделать военные США за целый год бомбардировок. «Наша армия самая опытная, а самое главное, что она действует на дружеской территории. Союзников нет у США. А арабы всегда к нам хорошо относились. Мы им помогали хорошо в советский период, и в военном отношении, и по строительству гражданских объектов. Поэтому, если нас будут просить, мы там будем находиться до того времени, пока будут нуждаться в нас. Будем помогать уничтожать все незаконные бандформирования». Реформа Российской Академии Наук длится три года. За это время сделано немало. Изменена система управления. Появилось Федеральное агентство по научным организациям. Созданы новые научные площадки. Только под крышей Сколково собралось более сотни новых перспективных проектов. Из-за границы потянулись на родину некогда уехавшие за лучшей долей ученые. Они почувствовали, что ситуация в отечественной науке изменилась к лучшему, и у молодых появились неплохие перспективы. «У нас 400 институтов. Российская Академия Наук, бывшая Российская Академия Сельхознаук и Медицинских Наук. Всеми ими руководят академики и всем за 70 лет. Понятное дело, что у них сформировавшаяся школа, что они гуру, мы их очень уважаем. Это наше достояние. Но зачем им быть директорами этих институтов? Где молодые ученые получат возможности опыта управленческой работы, продвижения своих проектов, возможности выезда, в том числе, за рубеж, контактов с мировыми учеными за рубежом? Ну где, как, если сидит дедушка, он все взял в свои руки, он заслуженный, мы его любим, уважаем. Конечно, нигде. Поэтому реформа Российской Академии Наук, вообще российской науки, в том числе курс в сторону университетской науки, в принципе, это правильно. Здесь главное не растерять достижения, не растерять коллектив, опыт и наполнить молодым мозгами». ЛДПР постоянно отстаивает интересы ученых, не дает сократить расходы на науку в бюджете, поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на развитие научной сферы страны. «Наука – это, вообще говоря, локомотив всей экономики, как и оборонная промышленность. Есть либеральный подход. Так называемые западники говорят, что не надо тратить на оборону, давайте всех накормим, все будет нормально. Зачем нам самолеты подводные лодки? А второй подход наш, русских патриотов, в том, что оборонка как раз является локомотивом экономики, науки, инноваций. Все, что придумала оборонная наука, сегодня используется и в космосе, и в гражданской жизни. Все прорывы, все связаны с обороной и с глубокими фундаментальными научными исследованиями». В первой половине октября Владимир Жириновский с рабочим визитом посетил Республику Крым. Здесь, на Черноморском побережье, председатель партии встретился с жителями Ялты, провел совещание с активистами ЛДПР, посетил Никитский ботанический сад и встретился с участниками первого международного детского медиафорума в Артеке. Тысячи детей аплодировали политику. Традиционно на шею Владимира Вольфовича повязали красный галстук, символ главного пионерского лагеря советской эпохи. «Было великое государство, СССР. Почему оно вдруг исчезло? И сегодня за представителей той партии, которая погубила страну, голосуют лучше, чем за другие партии. Казалось бы, страну потеряли? Какие убытки? А вот у людей не хватает кругозора, чтобы сопоставить. Мы должны ориентироваться, поддерживать в нашей среде, и обязательно политические партии, это может трудовой коллектив, того, кто работает на созидание, а не на разрушение. Это же надо смотреть, это надо видеть». Несмотря на юный возраст, участников медиафорума интересовали совсем не детские вопросы. «Демократия», «Война», «Коррупция» и, конечно, экономика. Отвечал лидер ЛДПР на эти сложные вопросы по-взрослому, без прикрас и поучений. «Вот вы взяли только один вопрос. Почему там, допустим, мы зависим от доллара? А как мы попали в эту зависимость? А почему на нас напал Гитлер? А почему он вообще Гитлер появился? И вы дойдете до момента, а почему свершилась Октябрьская революция? А нужна ли была она? Вот так вы должны мыслить. Конечно, мы избавимся от этой зависимости, но надо, чтобы мы потом не впали в зависимость от евро или от юаня. Чтобы заниматься своей валютой, чтобы наш рубль был мощной валютой. Под мощную валюту у нас все есть. У нас самые большие ресурсы. Чтобы вы все были финансисты и экономисты. Чтобы вам не говорили, что Кудрин лучший министр финансов. Это в чем он лучший? В том, что мы сегодня за доллар даем 65 рублей, в 98-м году мы давали за доллар 6 рублей. За 17 лет эти финансисты, горе финансисты, Гайдары, Улюкаевы, Кудрины, в 10 раз нашу валюту опустили. В 10 раз. Вот из этого нужно исходить, когда вы оцениваете деятельности. А это легкий вопрос. Когда избавимся от зависимости от доллара? Когда избавимся от Кудрина? От Улюкаева. От Ельинского, от Гайдара. От всех тех, кто проводит неправильную экономическую линию. Поговорили о трудностях работы в Госдуме, где страсти порой кипят нешуточные. Развитие тогда будет, когда мы будем высказывать разные позиции. И отстаивать эти позиции. И детековать. А если мы все заснем в Госдуме, и вы в школе заснете, и все начальники заснут, мы развиваться не будем. Поэтому самое главное в нашей жизни – обеспечить условия для развития. В заключении для газеты детского медиафорума Владимир Вольфович сказал несколько напутственных слов будущим журналистам. Вся наша работа, все наши медиаресурсы, чтобы говорить о хорошем. Есть недостатки, о них можно говорить. Но цель нашего общения – позитив. Чтобы нам всем было хорошо. Чтобы никто не стрелял. Помните, ваши ровесники, они боятся, на них падают бомбы. Донбасс или Сирия. У нас с вами все намного лучше. Но мы должны проявлять следа на системе, кто страдает. Чтобы меньше было людей страдающих, поэтому все участники медиафорума научитесь правильно все анализировать, поддерживать и любите свою будущую профессию. Спасибо. Пенсионеры не балласт, справедливо считает Владимир Жириновский. В подтверждение этих слов ЛДПР начала миссию добрых дел, чтобы по всей России помочь в первую очередь своим старикам, рядовым членам партии. В центральный аппарат ежедневно приходят тысячи писем от пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, матерей-одиночек с просьбами о помощи. Послание от Чепкасовой Зои Андреевны из города Березовского Свердловской области было одним из них. Два месяца назад у пенсионерки во время грозы сгорел телевизор. Была гроза. И сильно-сильно сверкнуло, как затрещало, сильно затрещало. И здесь вот даже вот это из телевизора вылетело. Видите, как? И он показывать больше не стал. Пять лет назад Зоя Андреевна похоронила мужа. И с тех пор живет одна. Сестры и братья умерли. Детям живут своими семьями. И у всех уже дети и внуки. На улицу ей выходить трудно. За окном лишь футбольное поле, на котором изредка кто-то гоняет мяч. Телевизор был для Зои Андреевны своеобразным окном в мир. Ее собеседником, членом семьи. Дочь, конечно, заходит, но купить новый телевизор ей не по карману. Я думала это обратиться, но самой стыдно. Почему? Потому что сына с работы сократили, и он больной, и группу не дают. И у него диабет какой-то самый страшный. Он инсулин колет. А дочь, у дочери, три дочери, да все тоже родили. И вот она ко мне-то вот пришла, часа полтора вот побыла, и снова убежала. Теперь с внучками водится. 15 июля 2000 года Зоя Андреевна вместе с мужем вступила в ЛДПР. Ей очень близка позиция лидера одной из старейших партий России Владимира Жириновского. Почему-то мне Владимир Вольфович всегда по телевизору нравится. Он справедливо говорит. Мне кажется, он во всем прав. После многих раздумий пенсионерка поняла, что Владимир Вольфович тот, к кому она может обратиться с просьбой, подарить ей на 80-летний юбилей телевизор. Приезд представителей ЛДПР в день 80-летия Зоя Андреевна восприняла с большой радостью. Но она не подозревала, какой сюрприз ее ждет. Ой! Это вам. Днем рождения вас. Ой, спасибо. Сейчас заплачу. Спасибо. Ой, какой тоненький. Для кого-то телевизор – ничего не значащая обыденность, а для Зои Андреевны жизнь. Эта история похожа на сказку с хорошим финалом, но впереди таких сказок еще много. ЛДПР только начала свою миссию добрых дел, чтобы внести в жизнь тех, кто нуждается, частичку праздника. С днем рождения, мамочка. Прямо спасибо. И три-четыре. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо. Задувай. О, такой турчик. Да! Пока-пока. С днем рождения! Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова